Губернатор провел краевой совбез, главным вопросом которого стала подготовка к единому дню голосования. Все участки оборудуют металлодетекторами и другими средствами технического контроля, а также по распоряжению главы региона усилят охрану участковых комиссий. Это к главному муниципальному образованию обращаюсь. Коллеги, полиция, понятно, она и так будет делать свою работу, как я сказал, исходя из компетенции и действующих законодательств. Но здесь мы тоже должны понимать, что мы однозначно должны усилить все избирательные участки казаками и дружинниками. Все избирательные участки. Вот здесь уже без исключений. Маленький он, большой. Все. Это мое поручение. И в сегодняшнем решении это отразить. Краснодарский край – один из лидеров по количеству избирателей. Правом голоса на Кубани могут воспользоваться более 4 миллионов человек. В то же время именно поэтому регион привлекателен для сторонников радикальных движений. Еще одно поручение губернатора – своевременно выявлять и пресекать факты незаконной агитации. Давайте дебатировать, давайте дискутировать, давайте каждую точку зрения высказывать, но без экстремизма. Без экстремизма, еще раз подчеркиваю. А это зависит от нас. И главы муниципальных образований, коллеги, еще раз подчеркиваю, держите очень плотный контакт с движениями, партиями. И они должны понимать, что грань ни в коем случае переходить нельзя. Краснодарский край – территория закона. И никакие выходки экстремистского толку здесь не пройдут. А за это будет очень суровое наказание в соответствии с законом. У нас единое правовое пространство в России. И в Краснодарском крае, как нигде, оно будет соблюдаться. Каждый избирательный участок должен отвечать требованиям антитеррористической и пожарной защищенности, быть оборудованным необходимыми информационно-техническими ресурсами, это видеонаблюдение, средства связи, сигнализация. Любой сигнал гражданин общественной организации, политической партии должен стать предметом тщательного и объективного рассмотрения. В стране уже официально стартовала предвыборная кампания. Сам день голосования назначен на 18 марта следующего года. За порядком на избирательных участках края будут следить более 14 тысяч человек. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.